Пустырь, мусор и пеньки деревьев. Облик парк судоверфи имени Кирова середины 90-х. Время банкротства судостроительного завода. Вместе с предприятием в запущение пришел и единственный парк в микрорайоне Ерика Казачий. Мы были более взрослые, лет 10, не совсем маленькие. Но там и лавочки были, и асфальтная дорога была, как бы тротуар, то, что можно было ходить. Был бассейн вот этот с фонтаном. Ну, конечно, приятно было. Мы там, в принципе, и проводили детство. В этом году парк вошел в программу «Комфортная среда». Заказчик – администрация города. Стоимость реконструкции – около 36 миллионов рублей. С июля на объекте работает тяжелая спецтехника. С территории вывезли мусор, опилили сухие деревья и подсыпали грунт. На сегодняшний день закончена работа по земляне, вертикальная планировка. Вот. Сейчас ведется, вернее, закончена нарезка корыт под дорожной одежды, под площадки. На площади полторы тысячи гектаров обустроят площадки для баскетбола, волейбола, зоны воркаута, прогулочные зоны и амфитеатр. Памятник Ленина останется на прежнем месте. Восстановление разрушенного фонтана в проекте не предусмотрено. С ходом работы ознакомился глава региона. Игорь Бабушкин начал рабочий день с поездки в микрорайон «Казачий». 23 октября срок окончания работ на реальный срок. Когда вы пойдете? Я думаю, что 10 ноября мы полностью закончили. Давайте мы 4 ноября выйдем. У нас к дню единства. Да? 4 ноября. И 4 ноября, я помню, мы с вами в Крусовском районе должны будем открывать парк. Третий интернациональный. Третий интернациональный. Да. И 4 ноября к вам приедем. Через дорогу от парка планируется возвести храм Владимирской иконы Божьей Матери. Глава региона поддержал решение. Сначала на пустыре построят часовню. Хорошо будет. Там сквер. Это бывший храм датской иконы Божьей Матери, который стоял здесь как раз на месте этого парка. В 30-е годы снесен. А будет часовня или храм? Нет, будет храм полноценный. А вот решение вопроса о судьбе заброшенного здания ДК судоверфи имени Кирова нет. В 90-х двухэтажное здание приняла на баланс администрация города. В 2010-м оно перешло в современной гуманитарной академии. ВУЗ открыл филиал в Астрахани два года назад. У академии отозвали лицензию. Филиал закрыли. Собственника на связь не выходит. Поиски ведете через кого? А через ДТИ, через полицию, через всех. Потому что нужно с ним определяться. И надо либо... То есть приводят в порядок, либо нужно изымать у него. В заброшенном состоянии в микрорайоне и бывший кардиопрофилакторий. Здание принадлежит Александру Мариинской больнице. Региональный Минздрав планирует открыть здесь центр реабилитации для онкобольных. С учетом того, что онкологическая заболеваемость сейчас у нас возросла в регионе. И самое главное, у нас нет реабилитации онкологических больных после перенесенного химиотерапии, лучевой терапии, оперативных мешок. Мы предлагаем сделать реабилитацию на современном уровне больных, которые имеют... Именно реабилитацию? Да. То есть использовать ее, в принципе, по профилю, поскольку это был профилакторий. А вот эти работы, которые ведутся, это уже... Эта теплотрасса меняется. Она сюда подходит? Да. То есть здесь тепло, вода будет? Будет, да. Наболевший вопрос для местных жителей – состояние Ерика Казачий. Водоем за русском ушом дно затянуло водорослями и мусором. В этом году Ерик вошел в федеральный проект «Оздоровление Волги». Региональная служба природопользования подала заявку в агентство водных ресурсов на субсидию 98 миллионов рублей. По проекту, эрикологическая реабилитация Ерика займет 9 месяцев. Площадь восстановления – 4,5 километров. Мы тогда должны будем сейчас актуализировать, где у нас находится наша заявка на выделение денег. И начинаем работать. И сколько? 9 месяцев, вы говорите, да? Это расчистка, да. Но надо понимать, что в данном случае должен быть комплексный подход. То есть одна расчистка вопрос не решит. Тут еще должна быть постоянная подкачка, поддержание уровня. Расчистка Ерика Казачий начнется в следующем году. Работа по восстановлению водоема синхронизируется строительством насосной станции. Проект уже разработали сотрудники администрации города. Сейчас документ отправлен на экспертизу. Жанна Алиева, Руслан Асанов, Центр новостей.